МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальной обстановки в городе. Когда гонка сама была тяжело, спортсмены привыкли терпеть, поэтому только терпение поможет. Среди школьников города определили сильнейших бегунов. Это действительно новый технологический шаг, это действительно новые высокотехнологичные рабочие места. В Заречном открывают проект по промышленному производству радиофармпрепаратов. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 28 сентября свой праздник отмечают работники атомной промышленности. Этот день официально обозначен в России с 2005 года, а вот число и месяц были выбраны не случайно. В далеком 1942 году в Советском Союзе в этот день было издано распоряжение, в котором говорилось о необходимости начала работ с ураном. Имелось в виду изучение возможности создания урановой бомбы. Сейчас в российской атомной отрасли трудится более 300 тысяч человек. Они создают ядерный щит страны, успешно осваивают новые технологии ядерной энергетики. Мы поздравляем всех атомщиков с их профессиональным праздником. В канун празднования Дня работника атомной промышленности ученики третьей школы встретились с ветераном-атомщиком. О том, как прошла встреча, в нашем сюжете. Встреча учеников седьмого класса с ветераном-атомщиком Михаилом Ивановичем Михеевым прошла в рамках реализации в Десногорске проекта «Слава Созидателям». Михаил Иванович много лет отдал работе в атомной промышленности. Он отмечен руководством энергетического дивизиона страны большим количеством наград. Много лет проработал ведущим инструктором на Смоленской АЭС и выучил не одно поколение атомщиков. На встрече ветеран рассказал школьникам об истории атомной промышленности, о работе на таких огромных и стратегически важных предприятиях, как атомная электростанция. Ребята слушали ветерана с интересом и получили много полезной и важной информации, которая пригодится им в будущем. Я узнала, как строилась наша атомная станция. Я очень благодарна нашему гостю за этот интересный рассказ. Надо продолжать историю наших предков, всех, кто был до нас, и быть активными в жизни нашей Родины, Земли, страны. И хоть Михаил Иванович находится сейчас на заслуженном отдыхе, он полон сил и энергии и всегда с радостью готов делиться своим богатым опытом. Есть много различных специальностей. Вы выберете на атомной станции любую работу, которая вам по душе. И всегда стремитесь делать то, что вам по душе. Свобода человека не в том, чтобы делать то, что я хочу. Свобода человека в том, чтобы не делать то, что вы не хотите. Встречи с такими людьми, как Михаил Иванович Михеев, помогут подросткам правильно расставить приоритеты и выбрать верный жизненный путь. Руководитель Департамента по образованию и науке Николай Колпачков сообщил, что школы Смоленской области переходят на федеральный государственный образовательный стандарт пятых-девятых классов. Согласно этому вводятся новые предметы – астрономия и основы духовно-нравственной культуры народов России. Помимо русского языка, школьники будут изучать два иностранных. В основную образовательную программу введена и внеурочная деятельность. С пятого класса обязательны мероприятия по профориентации школьников. Сейчас криминальные новости. Более 700 граммов марихуаны и 11 граммов конопли изъяли смоленские полицейские в Драгобургском районе. Смоленин хранил их у себя дома. Вещества были разложены по пакетам, коробкам и банкам. Экспертиза показала, что это наркотические средства. Как объяснил ранее судимый житель поселка Верхнеднепровский, что наркотические средства хранил для личного употребления. За хранение наркотических средств ему теперь грозит 10 лет тюрьмы. О криминальной обстановке у нас в городе нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 124 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 112 административных правонарушений, в том числе 90 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. В областном центре завершилась областная спартакиада инвалидов, которая проходила в Красном Бару. В ней приняли участие 135 спортсменов из 27 районов Смоленской области. Наш город представляла команда из четырех человек. Десногорцы заняли призовые места по трем видам спорта – это дартс, легкая атлетика и гиря. Победители спартакиады поедут на соревнования всероссийского уровня, а команду из пяти лучших спортсменов ждут в будущем году на спартакиаде в Евпатории. Вот уже 15 лет на лыжной трассе в деревне Генино проходит традиционный легкоатлетический кросс среди школьников «Золотая осень». Как боролись ребята и кто отличился в этом году, узнаете из нашего сюжета. В соревнованиях приняли участие все четыре школы города. Команды поделили на четыре возрастные группы женские и мужские забеги. Стартовали ребята, начиная с самых маленьких – 2006 год и моложе. В этой группе и девочки, и мальчики бежали дистанцию 500 метров. Сильнейшими оказались Егор Артеменков, четвертая школа, и Анна Комарова, третья школа. Затем к борьбе подключились ребята 2004-2005 годов рождения. Они также бежали дистанцию в 500 метров. Здесь быстрее всех пришли на финишную черту Евгений Фукс и Ксения Боровцова, четвертая и третья школы соответственно. В возрастной группе 2002-2003 задача у мальчишек и девчонок была уже посерьезнее. Им предстояло пробежать тысячу метров. В упорной борьбе первыми пришли Дмитрий Краснов из четвертой школы и Ксения Семенюк, школа номер один. В самой старшей группе дистанции для юношей и девушек были разными. Девчонкам было необходимо пробежать так же, как и предыдущей группе тысячу метров. А вот ребята покоряли дистанцию в две тысячи. Самыми быстрыми оказались ученики первой и третьей школы Михаил Пенищук и Ангелина Белякова. Ощущения после победы прекрасные. Конечно, когда гонка сама была тяжело, спортсмены привыкли терпеть, поэтому только терпение поможет. В командном зачете лидировала первая школа. Надо отметить, что все ребята старались, не жалея своих сил. Каждый стремился победить не только соперника, но в первую очередь самого себя. Участники показали красивую спортивную борьбу и высокие результаты. Все победители и призеры соревнований получили грамоты и медали. В администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции в Смоленской области. В 10 раз в регионе возросло количество фактов дачи взятки. На совещании заместитель начальника областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Александр Мехков доложил о том, что установлено 47 лиц, совершивших коррупционные преступления. В первом полугодии 2017 года следователями возбуждено 138 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. В завершении выпуска новости Росатома. В Свердловской области дан старт крупномасштабному проекту по производству радиофармпрепаратов. На базе Института реакторных материалов будет создана производственная площадка для изготовления целой линейки продуктов на базе изотопов лютеция-177 и иридия-195 для нужд ядерной медицины. Новое профессиональное оборудование в скором времени появится и в других производственных помещениях Института реакторных материалов. Здесь создается производство радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности. Финансирование обеспечено, технологии отработаны, образцы продукции получили высокую оценку зарубежных экспертов. Осталось только реализовать этот амбициозный проект. Это действительно новый технологический шаг, это действительно новые высокотехнологичные рабочие места. Основной задачей будущего производства станет получение не сырьевых изотопов, которые используются в частности для изготовления фармпрепаратов, а линейки уже готовых продуктов на основе лютеция-177, иридия-192 и йода-125 для лечения различных заболеваний. Препараты на основе лютеция-177 обладают уникальными свойствами, позволяют целевым образом доставлять препарат непосредственно в раковой клетке, уничтожая именно раковые клетки и практически не задевая здоровые ткани организма. Современнейшая технология, которая позволяет существенно улучшить показатели выживаемости больных, пораженных такими тяжелыми заболеваниями. Освоение производства радиофармпрепаратов выводит ядерную медицину России на новый уровень. Если сегодня львиная доля сложнейших и очень дорогостоящих операций с применением ядерных изотопов проводится за рубежом, то уже завтра, благодаря реализации проекта Института реакторных материалов, они станут более доступными именно для населения нашей страны. Запуск промышленной линии по получению радиофармпрепаратов запланирован на конец 2018 года, а уже в начале 2019 предприятие выйдет на полную производственную мощность. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok